здравствуйте друзья часто как вы знаете трагичное и комичное переплетаются в жизни и не поймешь где одно начинается где другое кончается вот у нас скажу без особого трагизма часто случаются веселые истории но вот буквально вчера мне товарищ один присылает значит скриншот с какого-то там видео и говорит у вас забавная ошибка говорит он получилось и там слова там написано ну что-то там сохранилась в анналах там чего-то я не знаю ну и я уже знаете боюсь играть слова употреблять вот скажем мичуринец сейчас никто мичуринцы не знает кто такой мичуринц или там про ленина уже уж уже молчишь потому что тоже люди не знают там битлз там играл и но вот буквально вот на этом уровне короче в анналах я ничего не так ну там что там в анналах сохранилась на то и аналышов там сохраняться мне человек пишет у вас смешная ошибка говорит он и значит кружочком обводит мол думал что там в каналах сохранилась не знает слова такого и значит все таки канал там одно н а в анналах там 2 н и там его показалось смешно потому что вроде как как-то анально анально сохранилась хотя анально было бы одно н и я вспомнил значит начала голова работать в этом направлении я вспомнил вот вы истите связи было наше время шесть факультетов вот я учился на автоматической электросвязи ну как автоматическая коммутация телефонные станции а значит сети связи телефонные станции вот эта часть а был факультет многоканальные связи это когда по но грубо говоря по одному кусочку кабеля тогда пока аксиалу или там по паре физической можно несколько каналов связи организовать называться много канальной связи я думаю ё-моё если вот так применить получается как факультет там много анальные связи много анальная связь это как знаете как в общем трагично трагично чего только на свете не бывает давайте я вам расскажу может быть так с утречка из жизни я сначала скажу анекдота потому что случилось как с этим анекдотом когда его рассказывал значит там на кухоньке у нас давно было дело они тут такое что идет фурманов навстречу ему петька и фурманов ему говорит петька загадку вот хочешь угадать тот год давай представляешь без окон без дверей полна горница людей там ведь фигня какая могут нет питька это огурец вот нифига себе а еще знаешь он не знаю вот смотри два конца два кольца посредине гвоздик задница какая же задница это это ножницы ё-моё потрясенный взрыв мозга как сейчас говорят идет петька встречает василий ваннычик василий ванн представляешь мне фурманов загадку загадал как давай тот год сажгет два конца без окон без дверей полно жопа огурцов садов божигать это какая-то фигня такая же фигня ножницы ну и в общем вот такой не тот совершенно безобидный этот я так студентов развлекают там во время перекусов и рассказываем этот анекдот и когда доходит до того места что вот петька подходит к василий ванчу и говорит что вот мол там без окон без дверей полно жопа огурцов и в этот момент значит ну там некоторые задумываются начинать думать над ответом вместо того чтобы они дослушали и вот один такой задумавшийся он так прямо сходу вот дать как вот даже вот мгновенно без окон без дверей полно жопа огурцов он так вылезает портнов компьютерскую ставить вот так вот и я еду сегодня навстречу так сказать у нас будет много огурцов в нашей школе вот так что весело настроение с утра хорошее солнышко март месяц я с утра прежде чем поехать на работу заснял сюжете о том как стройка наша движется знаете там когда сооружение растет но все быстро происходит каждый день изменения а когда сооружение уже не так растет а вот там отделочные работы начинают внутренние внешние там как-то все так медленнее вот сегодня начали отбивать там черной бумагой влагоизолирующей бумагой и сверху сеточку класть для штукатурки под нее стак так что уже какие-то изменения полезного сделал дело с утра снял сюжет ну что еще вечером сегодня приезжает семейка 1 двое там муж и жена и они приезжают на пару недель я не за этом осмотреться или какой у них там план но мы договорились что я их встречу и возможно с ребятами нашими поселю сейчас надо будет с утра попробовать найти для них на пару недель где им пожить так что это не всегда просто бывает вообще сложно двоих отселять обычно одного-то не вопрос раз и все а на двоих как бы уже отдельная комната нужно вот так что тем более машины у них нет соответственно это должно быть где-то в относительной близости от нас я может быть если удастся я не знаю еще не не все люди любят сниматься особенно которые на две недели приезжают поэтому еще возвращаться так что вот заснимем если удастся если они не будут возражать ну что еще мы поедем встречать винни мужа наташи квик он скоро должен появиться ну через несколько недель но уже они сняли машину который заберут в аэропорту значит я наталью доставлю значит там поприветствую в аэропорт поприветствую значит винни и дальше они уже поедут своим путем если хотелось познакомиться очень симпатичный мужик то есть я его так видел в скайпе мы с ним несколько раз беседовали что еще у нас происходит начали мы онлайн новую группу новую вчера был третий урок по правилам онлайновой группы после третьего урока у нас люди должны определиться остаются они в группе или нет если они в группе остаются то с них тогда денежка там за класс которые они и платят и вот я сегодня точнее уже со вчерашнего дня значит я там хожу и из пайпала отслеживаю платежи и значит соответственно перевожу те кто заплатил в новую группу там было человек 86 на вчера но я не знаю думаю человек там 7 может останется понятно что не все мощь так что у меня сегодня второй урок вечером второй урок вечером не 2 из 4 4 урок вечерком сегодня с 6 до 7 но это уже будет первый урок с тем чтобы группа собралась окончательный муж это по-настоящему начинаем на всех парусах идти вперед если есть какие-то энтузиасты которые хотят резюме поскорее я им резюме могу поскорее вот то есть как бы весь весь смысл этого в том чтобы люди работу находили и предыдущая группа была в этом смысле совершенно удивительная которая 11 ноября началась там к моменту окончания уже человек 10 работали это говорит о том что много активных людей потому что чтобы 10 человек работали концу курса это нужно чтобы там сколько-то уже в середине курса начали искать работу кто-то там ближе к концу начал искать работы все-таки это пару недель занимает даже в хорошем месте там где работы много надо разослаться переговорить сходить на интервью там и так далее но я теперь каждый день почти что-то такое получаю из прошлых групп тут нашла работу там нашла работа они там радуются отмечают что-то такое тусняк такой в скайпе это происходит там группы все группы в скайпе создаются и скайпе же рассылается уведомление о вебинарах чтобы они подключиться могли вот соответственно когда уже курс заканчивается они там обсуждают что чего я так тоже посматриваю очень радуюсь когда люди работу находят потому что это то ради чего мы все это делаем так что они они все такие знаете ошалевшие немножко потому что все таки очень большая перемена в жизни такая драматическая это интересно наблюдать кофеварку нам новую привезли вот это неспрессо привезли нам новую машину и к ней молочник такой тоже я бы уже и вчера заснял но история в том что первую чашку кофе мы сделали очень хорошо галина и а второй чуть не получилось и третье не получилось и тогда решили дождаться значит женщину которая вот кореяночка которая аккаунт менеджер тут по территории вот она должна прийти нам провести инструктаж когда вроде так все все хорошо делали в общем как дойдет доделать так я и машинку покажу и как кофе мне делается тоже покажу утверждается что тот кофе который нам прислали этот который мы заказали то есть мы заказали один набор прислали нам другой у нас должно было прийти с такой держалкой куда оставляются пакетики кофе но что-то пришло просто две коробки без без держалки а деньги взяли как будто с держалкой так вот хотя с держалкой меньше пакетиков а так что больше пакетиков но без держалки в общем держалки пока нет вот наверно и все наши новости за там прошедшие пару дней вот я считаю что вчера мне удалось сделать пару интервью хороших с максимум максом вот из израиля и с наташей квик как она такая устав уставая но довольная значит там рассказывала о том как сдавал от свой тест еще вчера приходил саша хвостович а не просто так приходил а привел свою жену олю которая простужена была и полурока отсидела а дальше уже пошла потому что и тяжело было там присутствует вот поэтому скоро в семьях хвостовича будет два тестера так что мы волю тоже направим на путь истинный хотя казалось бы джина дар сам бы взял научил нет он ее к нам чтобы значит естественно самому-то трудно собственной женой разбираться она не слушается там слова и скажешь анти отсыкает я хорошо понимаю вот свою жену лучше заплатить чем учить лично хотя многие справляются от жены зависит в общем приходил хвостович с олей и пока оля сидела в классе а я значит отходил от урока в онлайном классе же каждый урок на самом деле так вот особенно в онлайне там же такое общение там их много и тому как драйв такой и потом надо полчаса в себя прийти поэтому вот в этом процессе хвостович сделал с нас видео и я его еще не видел может он вообще не повесил может может быть не сразу выйдет я не знаю на самом деле поздно было довольно поздно я был уставший и наташ тоже тяжело так в уставшем виде интервью давать хорошо с утра едешь сам себе вопрос задал сам себя отвечаешь удобно просто трэндишь фактически ну а так по трэндишь по трэндишь вроде и до работы доехал и видео появилось блогинг однако однако да так вот тоже жешь по жизни и вроде так было болишь да а тут на видео записал повесил и уже получается ты не была бол а блогер и там даже какие-то деньги падают потому что за прошлый год там получил 10 тысяч долларов человек пришел с ютюба поэтому надо же вот на балаболил на 10 тысяч долларов не то что там деньги какие-то заметные но ну так между делом да и так что друзья кто любит по балаболить непременно непременно двигайтесь на youtube создавайте канал и балабольте с пользой с пользой для человечества а я уже приехал на работу и в этом смысле наверное могу с вами попрощаться до свидания